Привет друзья, с вами Сантей, продолжаем мы рубиться в Атом РПГ, я покажу вам все секретные места, расскажу как лучше выполнить квесты и дам советы. В этом видосе я расскажу как лучше выполнить квест выборы в Отрадном. Через сутки после завершения квеста Грохочущий лес, 24 видос, ссылка появится сверху. Можно снова идти к Дену за новым заданием. Ден хочет сменить председателя Отрадного Ковалева и назначить на его место другого человека. В приоритете у Дена завхоз Гиркин, по его мнению он самый изговорчивый. Но если будет кто-то другой, Ден возражать не будет. Главное отстранить Ковалева. Чтобы запустить процесс выборов, мне нужно поговорить с чиновником по имени Иван Иванович из торговой палаты. Найти его можно будет в перегоне. Покидаю локацию завод и направляюсь в перегон. После диалога с Деном, Иван Иванович с двумя телохранителями появится в кафешке на барже перегона. Говорю, что меня прислал Ден и описываю ситуацию. Иванович обещает помочь и организовать выборы в Отрадном. Возле клуба, где заседал Сиплый, будет стоять москвич чиновника. Напишите мне в комментах, какая по-вашему модель москвича. 408, 412, 2140 или комби. Значит можно, чтобы не идти пешком, подъехать с Иванычем на машине. Прямо в Отрадное. В центре села уже стоят бойцы, типа наблюдательная комиссия, присланные Деном мне в помощь. При необходимости к ним можно обратиться и они будут договариваться с несговорчивыми избирателями. На стулочке в кафешке сидит Ковалев. Говорю с ним, говорю, что он был хороший председатель, но пора ему уже на покой. Получаю 25 очков опыта. В доме Гиркина будет стоять Иван Иванович. Чиновник уже все подготовил для голосования. И говорит, что есть два кандидата. Завхоз Гиркин и Катя Реченко. В прошлом своем прохождении, ссылка на него появится сверху, я продвигал на выборах Катюху. В этот раз буду продвигать Гиркина. Можно вообще, конечно, не вмешиваться в выборы. Тогда они пройдут рандомно, но в итоге вы не получите опыт за диалоги и убеждения избирателей. Так что это не очень хороший вариант. Иваныч говорит, что есть парочка нерешенных вопросов. Во-первых, Дед Семен и охранник Ян вообще не хотят принимать участие в голосовании. Во-вторых, Вася Реченко и Ахмед не хотят голосовать за Гиркина. Ян должен как-то решить эти вопросы. Иду к Деду Семену, говорю с ним. В диалоге с Дедом лучше использовать общение. Это самовыгодно по опыту. Также можно использовать одержимость, подкупить Деда, дать ему соточку. Да, кстати, не используйте силу. Даже если Ваша сила будет равна 11, Семен по-любому отморозится. Но я скажу Вам так, что если Вы с кем-то не сможете договориться, Вы всегда сможете воспользоваться услугами наблюдателей Дена. Они все порешают. Но имейте в виду, что опыт при этом Вы не получите. Дальше иду к охраннику Яну, Чтобы убедить его тоже принять участие в выборах. В его случае также лучше использовать общение. Тогда Вы получите максимальное количество опыта. Дальше нужно убедить двух человек голосовать за Гиркина. Первый это Вася Редченко. Здесь тоже использую общение. Главное не агитируйте его в открытую голосовать за Гиркина. Иначе будет провал и придется прибегать к помощи наблюдателей Дена. Но имейте в виду, что из-за этого Вася в будущем перестанет с Вами торговать. Второй человек, который не хочет голосовать за завхоза, это Ахмед. Использую общение, говорю, что Гиркин неплохой человек, И что его душа болит за отрадное. Дальше иду к Иванычу. И говорю, что я все порешал. Значит, смотрите. Он говорит, что еще нужно принести 30 макулатуры, Чтобы типа напечатать бюллетени. Если у вас в инвентаре есть такое количество, То можно об этом сказать чиновнику. В итоге вы получите опыт. Если у вас нету сразу такого количества макулатуры, То он скажет, что это шутка. И вы опыт не получите. Дальше выборы пройдут автоматически. В последнем диалоге Иваныч скажет, Что будет рад видеть вас в бункере торговой палаты. Это официальный путь, чтобы туда попасть. О нескольких неофициальных способах, Как попасть в торговую палату, Я рассказывал ранее. В 16-м видосе ссылка на него появится сверху. После выборов с Катей особого диалога не будет. Хотя если бы выиграла она, С ней можно было бы пофлиртовать, Получив при этом опыт. После победы Гиркин будет стоять в доме Ковалева. При повышенном бартере У него можно будет штрикнуть денег, Типа в долг. Получаю 100 рублей и 50 очков опыта. Если перезагрузить локацию Отрадная, Выйти и зайти в нее снова, То деда Семена вы больше не найдете на месте. Дед скоропостижно скончается И будет похоронен на сельском кладбище у стены. Здесь появится новая нераскопанная могила. Внутри нету никакого скарба. Дальше покидаю локацию и направляюсь на завод. Иду к Дену, Говорю, что я устроил выборы в Отрадном. Использую общение, прошу большую награду. Получаю 500 рублей и больше сотки опыта. Ладно, друзья, будем на этом закругляться. В следующем видосе выполним квест Бунт Шишака. Если у вас есть возможность поддержать канал финансово, Ссылка на донат находится в описании под видео. Также в описании находится ссылка на плейлист. Подписывайтесь, ставьте лайкосики, Пишите комменты. Всем до свидания.